МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сомнительный аукцион. На заседании комитета депутаты рассмотрели итоги аукциона по содержанию дорог. Бесплатные завтраки в администрации состоялось совещание по организации горячего питания для учеников начальных классов. Наполним музыкой сердца, в детской школе искусств состоялся концерт преподавателей. Далее расскажем обо всем подробно. Аукцион по содержанию дорог общего пользования в нашем городе выиграла компания ООО «Магистральстрой». Но убирают улицы по-прежнему сотрудники ДЭП. В этом году своими прямыми обязанностями муниципальное предприятие занимается на правах субподрядной организации. Почему ДЭП не участвовал в аукционе? Этот вопрос стал основным на заседании Думского комитета. Какая именно организация убирает улицы, обычно горожан не интересует. Главное, чтобы дороги вовремя очищали от снега и грязи. Но только не в этот раз. Депутатов возмутил тот факт, что городское предприятие ДЭП не участвовало в аукционе, но все же занимается уборкой улиц на правах субподрядной организации. Почему муниципальный предприятий не участвует в аукционе? Хотя исторически. Его цель и задача – это содержание дорог, обслуживание нашей дороги. Как пояснил директор ДГХ, на аукцион была подана только одна заявка от компании «Магистральстрой», с которой был заключен контракт на уборку городских дорог в 2020 году на сумму 122 миллиона рублей. Об этом же говорил и глава администрации на пресс-конференции в декабре прошлого года. По его словам, это связано с тем, что ДЭП не заявлялся на аукцион, так как находится на грани банкротства. Начали думать, как можно обеспечить выполнение задачи по содержанию и уборке города и, соответственно, вести переговоры с возможными исполнителями. Так что это абсолютно вынужденный шаг. В данном случае мы исходили из того, что фирма «Магистраль» показала себя в городе на объектах на мосту, на улице Семашка. Отметим, что, отвечая на вопрос журналистов, глава администрации рассказал о фирме «Магистраль», а не о выигравшей аукцион компании «Магистральстрой». Согласно сервису проверки контрагентов, она зарегистрирована 10 ноября 2017 года. Расположена на улице Курчатова-3. В штате всего три сотрудника. 10 тысяч уставного капитала. Данных о наличии техники нет. В госзакупках до 2019 года не участвовала. Какие, к черту, переговоры? Это аукцион. И все переговоры вне закона. И вот это основной профил, это вещь дома. Судя по этому выступлению, главой администрации, который является учредителем муниципального предприятия, то есть сам учредитель принял решение о том, что он фактически, на мой взгляд, не допустил ДЭП до конкурса. То есть он договорился с магистралью, получается, что она будет работать, выполнять, и осуществлять по этому конкурсу работу. То есть очень интересная позиция, да, ну, может быть, и не дадут компетентные органы правильную оценку. Был тут сговор, не был тут сговор. На заседании присутствовали два директора ДЭПа. Действующий Василий Ласточкин, которого назначили 27 декабря, и бывший Сергей Куприков, который был уволен летом 2019 года. Он представил депутатам небольшой отчет о финансовом состоянии предприятия на первое полугодие минувшего года. С 26 июля я не являюсь директором ДЭПа. Но по итогам шести месяцев у ДЭПа был убыток 8 миллионов рублей. Значит, причиной убытка является низкая стоимость муниципального контракта, о чем неоднократно говорилось на всех балансовых комиссиях, о чем проводилось совещание в 2018 году, о чем было написано письмо в ДГХ. Основные причины – это низкая заработная плата, 13 тысяч рублей заложена заработная плата рабочего на содержание городских дорог. Те контракты, которые перешли от КБУ после объединения, заложена заработная плата 9 тысяч рублей. Также заложена низкая стоимость машинных механизмов. Кроме того, МУДЭП имеет долг по ГОР автотрансу, который доходил до 22 миллионов рублей, и где-то порядка 9 миллионов рублей он опять же был на конец июля месяца. По моему мнению, нельзя говорить, что ДЭП имел предбанкротное или какое-то еще состояние. Пытаясь разобраться во всех нюансах этого аукциона, депутаты старались добиться внятных ответов от директора ДГХ. Почему власти города и руководство предприятия даже не делали попыток исправить финансовую ситуацию с помощью нового контракта? Учредитель, глава администрации принимает решение вне в интерес к муниципальному предприятию, фактически лишая его основного вида деятельности, то есть дохода. То есть на сегодняшний день магистраль сама убирает, Сергей Иванович, город? На сегодняшний день убирает ДЭП. То есть, скорее всего, можно сделать вывод, что магистраль на субподряд взяла ДЭП. То есть за меньшие деньги, чем на конкурсе. Выиграв аукцион, магистраль строй заключил договор субподряда с ДЭПом и забрала себе 1,36% от суммы контракта, то есть 1,6 млн рублей. Но была ли компания магистраль строй единственным участником аукциона? В протоколе конкурсной комиссии она стоит под номером 3, а это значит, что было еще два участника, которые потом сняли свои заявки. Сергей Иванович, вы как член комиссии, можете знать или можете нам рассказать, кто эти два участника закупки в Берлине магистраль строй? Я не вижу. Я не могу. Система подает возможность заказчику увидеть? Нет. 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 Ответ в своей части открывается тогда? Ответ нет. Ответ нет. К рассмотрению этого вопроса депутаты решили вернуться после получения письменных ответов и копии документов от должностных лиц администрации и ДЭП. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Учеников начальных классов будут обеспечивать горячим питанием с 1 сентября этого года. Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В администрации Сарова уже начали прорабатывать этот вопрос. Завтракают в школьных столовых в нашем городе около полутора тысяч детей. Большинство из них ученики начальных классов. В основном родители оплачивают питание через портал «Умный Саров». Выбирая из предложенных вариантов, чем их ребенка будут кормить сегодня. Дети с ОВЗ получают завтраки и обеды за счет субвенций из областного бюджета. С 1 сентября кормить бесплатно будут около 4 тысяч учеников начальных классов. Глава администрации Алексей Головев провел совещание с участием представителя муниципалитета, департамента образования и комбината школьного питания, чтобы выяснить, готовы ли городские службы к переходу на такой режим. Инфраструктура школьного питания в полной мере не просто сохранена в школах, но и в последние годы она была существенно модернизирована. Оборудование, которое позволяет приготовить качественные обеды, завтраки, все, что необходимо для того, чтобы дети это питание получали в условиях школьных столов, все есть. До апреля 2019 года школьники получали завтраки бесплатно, но затем питание стало платным. Такое решение вызвано постановлением правительства номер 220, которое запрещает финансирование таких расходов из средств муниципального бюджета. В среднем в год завтраками кормили около 8 тысяч юных саровчан. Несмотря на то, что количество детей, получающих питание в столовых, резко уменьшилось, администрации удалось сохранить комбинат школьного питания, который и обеспечивал учеников горячей едой. Осталось оборудование и весь коллектив. КШП полностью готов выполнить свои обязательства. КНО не используем, не используем никаких трансжиров. То есть это дети и продукты, в общем-то, закупаются и закупаются. Все дают отчет себе. И там проходит трехступенчатый контроль. Контроль у нас на входе, затем контроль и в школах. В каждой школе медсестра, значит, ни одна партия питания не проходит, значит, на раздачу, не сделав прокираж. Администрация работает над переходом на бесплатные завтраки учеников начальной школы в плановом порядке. Сейчас решает вопросы с составлением нормативных документов и выделением финансирования. Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. Напомним, из-за вспышки коронавирусов КНР оптовые цены на медицинские маски в России выросли в несколько раз. А также начались перебои с этими товарами. Обращения принимаются по номеру телефона 8 800 550 9903. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В этом году конкурс решили посвятить семейной тематике. Работы в номинации видеоролик, презентация, фотография, анимация, компьютерная графика и эссе будут принимать до 15 февраля на электронный адрес artschool2sarovsobacomail.ru с пометкой «Свободный стиль». Более подробную информацию можно получить по телефону 95184. В субботу, 8 февраля, в Саровском физтехе пройдет международная научно-просветительская акция «Открытая лабораторная». Познакомиться с достижениями современной науки и заново открыть для себя позабытые знания приглашает всех желающих. Гости мероприятия ждут детская и взрослая программы. Научно-интеллектуальный интерактив «Шоу мыльных пузырей». «Открытая лабораторная» пройдет во втором учебном корпусе с РФТИ. Начало в 15 часов. Для лиц старше 6 лет. В ДШИ номер 2 прошел концерт педагогов-участников городского конкурса исполнительского мастерства преподавателей школ искусств «Наполни музыкой сердца». Это творческое соревнование проходит в Сарове один раз в 4 года. Для выступления музыканты разучивают серьезные произведения зарубежных и русских классических композиторов. Свою программу преподаватель ДШИ номер 2 представили сначала ученикам. Анна Царева в ДШИ номер 2 преподает общие фортепиано. Учит основу музыкальной журналистики, иногда выступает в качестве концертместера. Девушка работает только полгода, но уже пробует свои силы в различных творческих состязаниях. В феврале ей предстоит показать свое мастерство на городском конкурсе среди педагогов школ искусств. Анна будет исполнять этюд памяти Шопена, Эдварда Григо и сонату Дмитрия Кабалевского. Любого музыканта-исполнителя все-таки привлекают какие-то композиторы, какими-то своими мгновениями души, наверное, которые они изливают в своих произведениях. Мне просто очень близки эти композиторы, и я сопереживаю этой музыке, сочувствую и хочу преподнести это слушателям. Детскую школу искусств номер 2 будет представлять еще один молодой преподаватель Глеб Дементьев. В его программе русская народная песня в обработке и вальс Рональда Диенса. Их молодой человек исполнит на гитаре. Как и для любого гитариста, инструмент для Глеба – верный друг и помощник. Она удобная, то есть удобный гриф, неудобно играть, у нее прекрасный звук, внешний вид тоже немаловажное значение играет. Все вот не сошлось. Вместе с Глебом и Анной в этот вечер на сцену вышли их коллеги, которые тоже принимают участие в конкурсе педагогов. В этом году детская школа искусств номер 2 решила сначала презентовать конкурсную программу ученикам, чтобы они ближе познакомились со сложными классическими произведениями. И наши учителя готовятся к этому конкурсу. Они подготовили хорошие, серьезные, содержательные программы, в которых есть и зарубежная классика, и музыка композиторов 20 века, русских и зарубежных. И мы эту программу захотели представить нашим детям, чтобы они порадовались вместе с нами мастерству их преподавателей и общению с музыкой, с живой музыкой. Городской конкурс среди педагогов школ искусств пройдет 14 февраля. В нем, помимо преподавателей ДШИИ номер 2, выступят исполнители из детской музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств. В нашем городе завершилось первенство школьных команд города по волейболу. В соревнованиях участвовали девушки 2005 года рождения и младше. В финал вышли сильнейшие команды лицеев номер 3, 15, школ 7 и 12. На матче за третье место между волейболистками 7 и 12 школ побывала наша съемочная группа. В первой партии команда 7 школы повела в счете. Спортсменки из 12 сдаваться не собирались и в начале второго игрового отрезка вырвались вперед. Но хозяева быстро перехватили инициативу и выиграли у соперниц еще одну партию. У нас получилась хорошая даже атака и у нас была хорошая подача. Есть недочеты. Это недочеты, потому что у нас похуже прием стал. То есть у нас приема нет. Будем стараться над этим работать. В прошлом году сборная 7 школы поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета городского первенства по волейболу. В областных соревнованиях спортсменки заняли второе место. В этом году вырваться в лидеры девочкам не удалось. По их мнению не хватило сил и энергии. Ну просто играли как мы можем. У меня была самая сложная третья школа и пятнадцатая. С ними мы прям боролись, но у нас не получилось маленько. Первенство города по волейболу в Сарове проходит ежегодно. В этом году в нем приняло участие 8 команд. По мнению главного судья турнира Олега Дельцова, такие соревнования должны проводиться чаще, так как занятия спортом положительно сказываются на здоровье детей. Дети, как говорится, загораются, начинают ходить на секции. Все-таки отвлечение от улицы, от компьютеров, пусть они лучше здесь двигаются, чем они где-то бродят на улице или за компьютером сидят. Здесь они и развиваются, и физически, и, как говорится, умственно тоже. По итогам соревнований первое место заняли юные спортсменки из лицея номер 15. Вторыми стали волейболистки из третьего лицея. Команда седьмой школы стала бронзовым призером турнира. Победители отправятся на областные соревнования, которые пройдут в починках. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!